МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В немецком Магдебурге неизвестный мужчина напал с ножом на 64-летнюю женщину. Об этом сообщает издание «Шпигель онлайн». Раненую женщину отвезли в больницу. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Она даже смогла рассказать о нападении. Так, нападавший сначала хотел украсть мобильный телефон у подростка. Когда ему это не удалось, он попытался сбежать, украв велосипед. Когда и это ему не удалось, он ударил кулаком в лицо 63-летнего мужчину. Кроме того, жертвами нападения стали 18-летний подросток, получивший кулаком в живот, и 50-летняя женщина. Нападения произошли в одном и том же районе Магдебурга. Мотивы нападавшего пока не ясны. Придачу к сотне полицейских его искали с помощью вертолета. Ночью поиски временно прекратили. В Санкт-Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Они встретились впервые после того, как в ноябре прошлого года турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24, участвовавший в военной операции в Сирии. Эрдоган накануне визита в Россию называл Путина в интервью своим другом Владимиром и говорил, что верит, эти переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предстоит обмен мнениями о том, какими темпами и в какой последовательности Россия и Турция будут восстанавливать отношения. Также Путин и Эрдоган обсудят вопросы экономической деятельности и ситуацию в Сирии. Политологи уже называют то, что происходит сейчас между официальной Москвой и Анкарой самой резкой сменой курса в истории. После того, как турецкие ВВС сбили российский самолет, Россия заморозила отношения с Турцией, запретила ввозить к себе турецкие продукты, свернула строительство газопровода «Турецкий поток» и перекрыла гражданам возможность отдыхать на турецких курортах. В конце июня Эрдоган направил президенту России письмо, посвященное восстановлению отношений между двумя странами. Вскоре после этого Россия отменила запрет на организованный отдых своих туристов в Турции, однако остальные санкционные меры, в том числе эмбарго на продукты, пока остаются в силе. На Deutsche Bank в США наложен штраф в размере 12,5 миллионов долларов. Сумма будет взыскана с немецкого банка из-за несанкционированного распространения среди сотрудников секретных сведений о состоянии рынка, сообщила служба регулирования отрасли финансовых услуг США. Немецкому гиганту вменяется в вину отсутствие контроля над конфиденциальными данными, которые передавались по громкой связи через банковскую внутреннюю систему коммуникации. Вопреки однозначному запрету, банк с 2008 по 2014 годы не обращал внимания на то, что информация попадает также к тем сотрудникам, у которых нет официального доступа к такого роду данным. При этом в контролирующей комиссии не сумели достоверно установить, имело ли место злоупотребление этими данными сотрудниками банка. В настоящее время в банке заверили надзорные органы, что механизм системы будет изменен так, чтобы законы США не нарушались. Ранее крупнейшему банку Германии уже неоднократно выписывались штрафы в США за различные нарушения. Основателя российской обувной сети магазинов Карла Пазолини Илью Резника заочно приговорили к полутора годам ареста в тюрьме Пентанвиля. Такое решение было принято высоким судом Лондона по иску Альфа-банка. Также суд постановил компенсировать расходы из ЦУ Альфа-банку в сумме 80 тысяч долларов. Напомним, в мае 2016 года арбитражный суд Москвы признал Карла Пазолини банкротом. При этом Резник лично поручился по проблемным кредитам компании. Однако в итоге в судебных процессах он участия не принимал. Кроме того, он отказался раскрыть информацию о своих активах. Теперь, как считают юристы, под арестом могут оказаться зарубежные активы предпринимателя. Тем не менее, самого Резника Россия, скорее всего, не выдаст для преследования за рубежом. В главный московский офис компании Икея пришли с обыском. Представительства шведской фирмы оцепили. Сотрудников упускают на работу, но обратно не выпускают, рассказывают очевидцы. По словам юридического представителя Икея Семена Шевченко, обыски проходят из-за судебного спора о земельном участке. Полицейские ищут документы 1993 года. Ранее в организации уже неоднократно проходили обыски. Последние провели в апреле. Тогда компания заявляла, что воспринимает происходящее как часть компании по захвату земли, на которой располагается центральный офис Икея в России. Спор относительно земельного участка в Химках продолжается уже много лет. Собственность на землю оспаривает коллективное сельскохозяйственное предприятие Химки. Суды неоднократно поддерживали позицию то одной, то другой стороны. Внеплановый салют. В городе Березовский под Екатеринбургом горели склады. Пожар начался еще накануне вечером, но погасить его удалось только сегодня в обед. В какой-то момент начала взрываться хранящаяся на одном из складов пиротехника. Над пожаром был настоящий фейерверк. Вот только жители окрестных домов не радовались зрелищу, а поплотнее закрывали окна. Фейерверки взлетали в небо в течение нескольких часов, пока вся пиротехника не сгинула в огне. Все это время в городе с периодичностью в 15-20 секунд были слышны взрывы. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. С огнем боролись 89 человек и 33 единицы техники. Тушить огонь им пришлось из укрытия. Пострадавших в результате пожара нет. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. На дорогах в районе пожара пресланы были движения транспорта. Причины возгорания до сих пор неизвестны. В парке аттракционов, расположенном в американском штате Теннесси, произошел несчастный случай. Из кабины колеса обозрения во время катания выпали трое детей. Инцидент произошел поздно вечером. По данным полицейского департамента, одна из кабинок аттракциона перевернулась. И находившиеся в ней дети упали с высоты примерно 12 метров. Сейчас дети в больнице. В парке закрыли все механические аттракционы. Остальная его территория по-прежнему открыта для посещения. Мы оградили территорию вокруг колеса и ждем прибытия инспектора. Он должен разобраться в причинах случившегося и решить, безопасно эксплуатировать аттракцион или нет. Напомним, ранее в США с аттракциона американские горки сорвалась тележка с людьми. Они упали с высоты свыше 10 метров, но выжили. А накануне на горке в аквапарке в Канзасе погиб 10-летний мальчик. Германия стала высылать все больше беженцев. За первую половину этого года ФРГ предотвратила въезд 13 тысяч мигрантов и выслала еще столько же. Это больше, чем за весь прошлый год. Желающих попасть в Германию останавливают на приграничных контрольно-пропускных пунктах и в аэропортах. Большинство из тех, кому отказали во въезде в текущем году – афганцы, сирийцы и иракцы, которые пытались попасть в Германию с территории Австрии. А вот среди высланных из ФРГ большинство – это граждане западно-балканских государств. Большая часть депортаций приходится на федеральную землю Северной Рейн-Вестфалия. За ней следуют Баден-Вюртемберг и Бавария. Более 30 тысяч иностранцев воспользовались федеральными и региональными программами поддержки репатриации, то есть возвращения на родину. Треть из них – албанцы, одна десятая – иракцы, одна двенадцатая – афганцы. Представители левой партии в Бундестаге, которые предоставили эти данные для журналистов, прокомментировали полученные сведения критически. Люди уезжают, потому что не могут выдержать многолетних проверок соответствия статусу беженца, отсутствия возможности изучать язык или отказа в воссоединении семьи, считают в партии. И говорят, что со стороны Германии безответственно отсылать людей обратно в Рак и Афганистан. Тюрьмы пустеют. В Германии стало меньше заключенных. Согласно последним статистическим данным, в ФРГ значительно снизилось число отбывающих тюремный срок и тех, кто находится в СИЗО или в местах предварительного заключения. Сейчас в немецких тюрьмах сидят почти 62 тысячи человек. В 2010 году заключенных в Германии было почти 70 тысяч, а пятью годами ранее – чуть менее 79 тысяч человек. Подавляющее большинство заключенных – лица мужского пола. Женщины составляют лишь 6% от общей численности отбывающих тюремный срок. В Минюсте говорят, в тюрьмах стало свободнее просто потому, что жители ФРГ совершают меньше преступлений. И еще одна важная особенность. Каждый десятый заключенный в немецкой тюрьме – русскоязычный либо выходец из России. По данным сотрудников пенитенциарной системы, эти люди сумели создать в немецких тюрьмах криминальные кланы и сети, подобные советским и постсоветским. Кроме того, в Германии обосновались российские, грузинские, абхазские, туркменские и другие воры в законе, заявляет Федеральное ведомство по уголовным делам. Всего в немецких тюрьмах отбывают срок около 5 тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР. Более тысячи нелегальных билетов на Олимпиаду нашли при задержании у Кевина Джеймса Мэллона, директора международной компании THG Sports. На играх в Рио она оказывала услуги в сфере гостеприимства. THG не имела аккредитацию на продажу билетов, рассказывает представитель полиции. Они приобретали их у аккредитованной компании и перепродавали по завышенным ценам. Полиция Бразилии задержала главу THG Sports и переводчицу Барбару Корниери, работавшую в той же компании. Ее обвиняют в нелегальной торговле, а Мэллона — в сотрудничестве с преступниками, нелегальной торговле и рекламе. Кроме того, по данным полиции, на улицах Рио в последние дни задержали более 40 зазывал, распространявших фальшивые билеты. Еще один арест произошел в Олимпийской деревне. Там задержали 22-летнего намибийского боксера Джонаса Джуниаса. Его обвиняют в попытке изнасилования горничной. Он схватил ее сзади и поцеловал в шею, рассказывает начальник полиции. Она оттолкнула его, и затем он пытался поцеловать ее в губы. Кто-то вызвал полицию, и мы его задержали. Ордер на арест был выписан на месте, и мы доставили его в камеру. Если до четверга адвокаты не вызволят его, то он останется в тюрьме и пропустит соревнования. На прошлой неделе по схожим обвинениям был арестован другой боксер, 22-летний Хасан Саада из Марокко. Он обвиняется в изнасиловании двух горничных. Германия и Австрия требуют отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018. На пресс-конференции в Бразилии национальное антидопинговое агентство двух стран выступили против участия российских спортсменов на играх в южнокорейском Пхенчхане. Мы требовали запретить россиянам участвовать и в летних играх в Рио. И наше мнение по этому поводу не изменилось. Но что касается зимней Олимпиады, то там ситуация обстояла еще хуже. Во время игр в Сочи в лабораториях существовала целая преступная схема по манипуляциям с допингом. Поэтому олимпийцев из России нельзя допускать к следующим зимним соревнованиям. Эта проблема не исчезнет. Такие государственные структуры не изменятся за один день. Поэтому мы требуем полного исключения России в 2018 году. Мы также призываем Международный Олимпийский комитет создать объективные критерии по допуску спортсменов на соревнования, чтобы обеспечить всем атлетам справедливые условия. Напомним, решение Международного Олимпийского комитета допустить сборную России к играм в Рио, несмотря на допинговый скандал, возмутило западных спортсменов и журналистов. А немецкий таблоид «Бильд» даже устроил бойкот команде из РФ. На своем сайте в общем медальном зачете команд Россию вообще не учитывают. Немецкий гимнаст Андреас Тоба стал на родине настоящим героем. Во время выступления на Олимпиаде в Рио он травмировал колено, но все равно продолжил участие в соревнованиях и обеспечил своей команде выход в финал. На встречу с журналистами Андреас пришел, опираясь на две трости. Он говорит, что просто не мог поступить по-другому. Если бы я просто ушел в медпункт, я бы ненавидел себя всю жизнь. Я должен был хотя бы попытаться выступить. Во время подготовки к Олимпиаде я отрабатывал программу столько раз, а тут даже не успел показать толком, что умею. Так что я дохромал до козла, выдохнул и взялся за дело. Врач немецкой сборной рассказывает, что такой самоотверженности не встречал за все время своей практики. Он настоящий борец. Первое, что он сказал мне, когда вошел в медпункт, «Доктор, нужно что-то сделать с коленом. Оно травмировано, а мне еще выступать». Я мог бы попытаться отговорить Андреаса, но мы с ним знакомы уже какое-то время, и мне было ясно, что это вряд ли удастся. Так что я не стал даже пытаться. Теперь спортсмена ждет операция и длительный реабилитационный период. Когда он сможет вернуться к снаряду, врачи пока не говорят. Но сам Андреас уже решил, что хочет принять участие и в следующей Олимпиаде в Токио. Немецкие ученые отправились в международную полярную экспедицию Arctic Ocean 2016. Шведский ледокол Оден с учеными на борту начинает свой путь с архипелага Шпицберген. Всего в исследовательской группе 45 человек. 33 мужчины и 12 женщин из 14 стран. Ученые из Германии, Швеции, Дании, Канады, Великобритании, России, Австралии, США, Колумбии, Испании, Польши, Норвегии, Тринидады и Исландии. Среди исследователей не только ученые с многолетним стажем, но и молодые аспиранты. Есть даже школьный учитель и художники. Экспедиция станет для шведского ледокола 18 по счету. В этом году исследователи, находящиеся на шведском ледоколе, будут сотрудничать с учеными канадского ледокола Луис Сент-Лоурен. Оба судна встретятся у берегов Шпицбергена и займутся сбором проб в котловинах Амбутсена и Макарова Северного Ледовитого океана. Канадские исследования коснутся, в частности, сбора данных о протяженности канадского континентального шельфа. Шведская программа исследований будет сосредоточена на сборе материала для анализа в области экологической химии, морской геологии и для атмосферных исследований. Ледокол Оуден – единственный в Швеции ледокол, который может работать в полярных льдах. Летом его часто используют международные исследовательские группы. В 1991 году Оуден стал первым в мире неатомным ледоколом, который смог достичь Северного полюса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова